В связи с распространением коронавируса в республике растет число безработных. С 1 марта Центр занятости республики принял более 17 тысяч заявлений. Особенно не просто сейчас с женщинам, воспитывающим маленьких детей. Специалисты предлагают им не только новые рабочие места, но и обучение. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинаем сегодня урок. Итак, сегодня мы с вами продолжаем изучать дисциплину управления государственными и муниципальными закупками. Вот так женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и не выходя из дома, повышают свои знания. Дистанционный метод обучения для них был доступен всегда. Сегодня в условиях карантина это стало особенно актуально. Дистанционное образование мне помогло даже тем, что у меня дети всегда под присмотром, всегда рядом. И вот эта доступность обучения, то, что я сама выбираю вот этот график, гибкий график, это большая польза. Парикмахер, портной, бухгалтер, специалист по ногтевому сервису, водитель автомобиля. Желающие могут выбрать новую профессию или повысить свою квалификацию. После завершения обучения по специальности государственное и муниципальное управление я планирую перейти на другую работу с повышением подобности. Я госслужащий, работаю в пресс-службе, у меня есть профильное филологическое образование. Мне хотелось повысить свою профессиональную квалификацию. Я считаю, что это образование позволит мне работать более эффективно и, возможно, откроет дополнительные какие-то возможности. Участвовать в проекте могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. При этом неважно, работала она до декрета или нет. А безработные могут воспользоваться этой помощью, даже если ребенок старше трех лет, но еще не достиг школьного возраста. Обучение и для тех, и для других бесплатное. При этом безработные еще и получают стипендию. Процент трудоустройства граждан, которые прошли переобучение, по нашей республике составляет более 91%. То есть практически близко к 100% эти люди, которые получили новое образование или новые знания, они нашли себя на рынке труда. Это и есть главный итог. Такие возможности появились благодаря национальному проекту «Демография». Только на обучение женщин с малолетними детьми в этом году выделено более 9 миллионов рублей. Кроме того, по этому же проекту обучение могут пройти граждане старше 50 лет. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.